Деревня Караулово Кстовского района оправдывает свое название. Там жители фактически сползают в бездну и им действительно впору кричать «Караул!». Жилые дома и постройки разрушает серьезный оползень. Земля уходит из-под ног довольно быстро. Подробнее Никита Лисин. Глубина провала составляет не менее 15 метров. По словам жителей, еще в январе этого года местность, на которой я стою, была на уровне вот этого самого дома. В 10 метрах от которого находится газовая магистраль, которая тоже под угрозой разрушения. Все рушится. Потолок рухнул, стена падает. Вот и комната была, и спальня. Вообще и здесь сюда заходить страшно. Оно в любое время может весь дом туда пойти. Все уходит сначала сюда вниз уходило, а потом туда все плывет. Вот в январе, в январе она была вся вот на этом уровне. Вот до березы туда можно было подъехать на машине. Потом начало ползти, ползти, ползти. Вот опустилось до этого уровня. И вот мы по возможности своими силами стараемся как бы укрепить, отсыпаем. С администрации помощь никакой вообще. 25-тонных машин штук 100 завезли. И все это ушло. Я утром вышла, смотрю, уже половина пристройки нету. Она уходит вниз. Здесь оползень идет. Потому что все постепенно, каждый день, все уходит и уходит и уходит. Потихоньку продвигается, продвигается к дому. То есть провал вот эти проваливаются. В этом году провалилось, с той стороны здесь у нас провалилось. То есть тут до дома уже осталось может метров 15-20. Здесь вот эта стенка наклонилась на газовую трубу, на вислу. У нас дом начал трескаться. Вот появились многочисленные трещины на кирпичной кладке. Вот я в свое время поставили маяки. Видно, что трещины увеличиваются, маяки рвутся. То есть это я тут своими силами запеню, чтобы хоть не задувало туда, чтобы не улицу топить. То есть они вот так вот дальше по всему дому. Был обратно нормальный. Вот такой по логике. Ну на лыжи тут катались, с горлочью. Тут еще три бани стояла. Ой, и все вот это трещало, вот это вот все садилось. А баня у нас вон там была. Она тоже, она тоже ушла. Куда-то все уходит. Вот не съезжает в сторону, а вот именно проваливаться. Вот двор этот, задний. Тут осталось до врага три метра, ну четыре. Там большое. В любой момент можно все это уплыть спокойно туда вниз. Здесь много родников. Вода известковая. Видно, вымывается все вот этой вот водой извести, садится. Надо что-то делать. Надо какую-то комиссию создавать. Там может пропасть какая водяная есть. Страшно, очень страшно. И каждый день думаешь о том, не уеду я туда или уеду. Кстовской администрации сообщили, что выезжали на место и определили перечень мероприятий по предотвращению оползня. Приблизительная стоимость работ 1 миллион 700 тысяч рублей. У района администрации, конечно, таких денег нет, поэтому местные власти обратились в правительство региона. И там приняли решение о выделении большей части суммы, полутора миллионов рублей. Сейчас кстовские власти заказали изыскательные работы, которые закончатся в сентябре этого года. Тогда и будет принято решение о дальнейших действиях.